Приветствую вас на моем канале. Когда я выпускал серию видео по устройствам на Тине 13, однажды мне предложили сделать оптический тахометр. И тогда я этого не сделал по двум причинам. Во-первых, когда мы делаем измерительные приборы, у которых важным элементом, ну основным является измерение времени, то необходимо использовать максимально точный источник тактирования для микроконтроллера. То есть это либо внешний кварц, либо генератор и прочее. И основная причина это генерация сигналов нужной формы. Для примера вот возьмем мы частоту допустим 1 кГц. Это довольно высокая для, если перевести в обороты минуты, то получаем 60 тысяч оборотов в минуту. Немного таких двигателей, но допустим это возможно. Берем 1000 герц, переворачиваем, получаем период импульса, который нам нужен 1 миллисекунда. Ну любой контроллер с этим справится. Но что будет, если частота, которую нам необходима 999 герц, то есть всего лишь на 1 герц меньше. При этом мы получаем период 1 миллисекунда, 1 микросекунда. Всего 1 микросекунда разницы между этими частотами. Вот это уже реализовать довольно большая проблема. Ну сейчас решил сделать этот проектик для гораздо более низких частот. Там примерно от 30 герц до 400. То есть оборотам это сколько? От 2000, грубо говоря, до 425 тысяч оборотов в минуту. Если переводить в единицы измерения для двигателей, обычно это именно обороты в минуту. Ну давайте рассмотрим. Опять же прибор в виде макета. Мне такой инструмент не нужен, поэтому делаю его только для отладки. Плату Arduino Nano сюда мы к АЦП подключаем. В моем случае 4 кнопки через резисторы, делители которые образуют разные напряжения при нажатии на них. Дисплей 1602 с переходником на I2C линию. Подключаем стандартную I2C линию. И выход на транзистор, который управляет мощным светодиодом. Чем мощнее, тем лучше. Но вот USB больше 1 А лучше не брать. Этот у меня где-то 0,5 А наберет в пике. Ну и при этом он не греется, поскольку подаются импульсы тока. И так же для измерения временных интервалов я использую захват события таймера 1. Микроконтроллер от Mega328P. Таким методом я измеряю частоту. Схема максимально простая. Здесь на дисплее, надеюсь видно нет, надеюсь что видно, показывает при нажатии на кнопку частоту текущую, количество оборотов в минуту, то есть то же самое частота умножить на 60. И D это так справочная информация, в принципе ее можно удалить, но пока пусть будет. Что это такое, что за прибор? Для измерения скорости оборота двигателя обычно применяется либо контактный тахометр, то есть там колесико, которое мы прикасаемся к валу, это колесико вращается и показывает сколько оборотов в минуту у данного двигателя. Либо распространенные там в Китае, можно легко купить и прочие лазерные тахометры, для работы которых необходимо на вал поставить метку. Если вал допустим блестящий, то закрасить маркером или черную какую-то краску. Если вал черный, в данном случае у меня, будем использовать это колесико, на него поставить белую метку, то есть чтобы был контраст. Направляем лазерный тахометр на это место и при переходе метки возле лазера, возле оптического датчика, прибор видит, что прошла метка и измеряет время там между проходами метки или проходами за секунду, там прочее. Таким образом измеряется количество оборотов в минуту. Либо самый дешевый способ это вот такое колесико с отверстиями по всему своему диаметру, ставится щелевая оптопара, то есть сверху светодиод, снизу фотоприемник. И таким образом колесико крутится, прерывает поток освещения от светодиода и мы фиксируем количество импульсов, рассчитываем сколько оборотов у нас двигатель совершил, на какой угол повернулся, скорость его вращения и прочее прочее. И еще один вот такой метод оптический, не очень он удобный, но может быть полезным. Основа на инерции нашего зрения, что-то я уже делал, не помню какое устройство, ну да ладно. Контроллер подает определенную частоту на светодиод, короткое время он горит и длительное время не горит. То есть у меня в программе поставлена 1,20 часть, то есть если период свечения будет 20 секунд, то 1 секунду будет гореть и 12 секунд не гореть. И если этой частотой мы освещаем движущийся предмет, то при совпадении частоты мигания с частотой вращения вала, мы увидим, что наша метка остановилась на одном месте. Таким образом можно определить частоту бесконтактно. Давайте посмотрим, как это работает. Не знаю, будет час при освещении или нет, попробуем, потом отключу лампу. Итак, включаю двигатель. Сейчас, не знаю, как на камеру, но глазом сплошное желто-черное пятно, то есть ничего не различается, ни метка, ни колесико. Теперь, если я буду освещать это колесико с помощью светодиода, то вот можно увидеть, что периодически как бы вращение колеса останавливается. Не знаю, на камеру, ну посмотрим. И наша задача дождаться, когда там будет всего одна метка. Ну и при таком расположении можно сделать оценку, что вот сейчас, допустим, он появится. Нажал на кнопку, видим 5 меток, частоту показал 202 Гц. То есть 202 делю на 5 меток, получаем 40 Гц, реальная частота вращения этого двигателя. Частота мигания стадиода автоматически понижается. И нам необходимо дождаться, когда будет одна метка. Три метки, давайте ускорю. Две метки и дожидаемся одной. Вот, подходит. Остановилась, нажимаю на кнопку. И видим также частоту 40 Гц, показывает на дисплее. Сейчас потихонечку откачу назад. И мы увидим, как метка остановилась. Вот, она стоит как бы на одном месте. Это и есть, когда частота мигания стадиода равна частоте вращения двигателя. Возобновляю, он начал крутиться в обратную сторону. Еще раз сбрасываю. И мы видим, что вот периодически все меньше лепестков показывает. Сейчас где-то 7. Вот сейчас 7 лепестков. Теперь 6. То есть, частота вращения, ой, частота мигания в 6 раз больше, чем количество оборотов двигателя. 5 и так далее до 1. Увеличу скорость. 4. 3. 2. И, наконец, вот он один лепесток. Очень надеюсь, что на камеру это было видно. Диапазон измерений. Минимальная частота там 25 или 30 Гц. Объясняется тем, что при более низкой стадиод уже начинает мигать. И визуально это очень режет глаза. То есть, мигание стадиода, такой стробоскоп, раздражает. Поэтому не стал делать более низкую частоту. А по более высокой, но я думаю, ограничений особо нет. Только программные. Сколько контроллер сможет выдержать. Для моей программы еще выше можно поднять частоту. Так что, кому будет необходимо, можете доработать. По клавиатуре одна кнопка сбрасывает частоту в начальную, самую максимальную. И потом она начинает автоматически понижаться с некоторым шагом. Другая кнопка это измерение. То есть, когда мы увидели, что метка у нас зафиксировалась. Либо одна метка, либо две, либо три. Ну, как нам надо. Нажали на кнопку. И в этот момент на дисплее отобразится именно та частота, которая сейчас была на светодиоде. Третье это увеличенный шаг. То есть, частота начинает уменьшаться с большим шагом. Быстрее мы дойдем до нужного значения. И последняя кнопка это мелкий шаг в обратную сторону. То есть, как я показывал, что мы пропустили тот момент, когда на месте стояла одна метка. Я нажал на кнопку, и светодиод начал увеличивать частоту мигания. И метка у нас начала вращаться в обратную сторону. Точно такой подгон частоты. Принцип действия именно такой. Начинаем с высокой частоты мигания и идем вниз. Допустим, у нас мотор вращается с частотой 1 Гц. А частота на светодиод подается 2 Гц. Что при этом мы увидим? Пол оборота сделает двигатель. Произойдет следующая вспышка светодиода, и мы увидим две метки. Одна здесь, и другая в противоположной части нашего вала. Потому что частота мигания в два раза выше частоты вращения. Если частота мигания и вращения будет совпадать, то будет одна метка, которая будет визуально находиться на одном месте. Никуда не двигаться. Если у нас частота светодиода будет меньше, чем частота вращения. К примеру, 0,5 Гц. Или давайте вал 2 Гц, мигает светодиод 1 Гц. Что при этом произойдет? Светодиод мигнул, показал нам метку, допустим, вот здесь вот. После этого за один и тот же интервал мотор совершает два круга. И снова светодиод мигает, показывает метку в том же самом месте. Как будто бы частота мигания совпадает с частотой вращения, но на самом деле это не так. Мы потеряли один круг. Поэтому необходимо именно с максимальной частоты, с высокой, опускаться вниз и находить ту частоту, при которой у нас появится одна метка на изображении. Прибор, разумеется, не абсолютно точный, ввиду того, что мы визуально определяем. Ну, что мы видим, метка остановилась или движется потихонечку, успели мы нажать или нет фиксацию измерения. Поэтому частоту показывать не абсолютно точно, но я думаю, для большинства применений такой примерной оценки этого достаточно. Прибор бесконтактный. Единственное, что необходимо, это не сильно яркое освещение в помещении, чтобы вот именно свет от светодиода, ну, был наиболее ярким источником для освещения вот этой рабочей зоны вала двигателя. По программе настройки, стандартные, Mega328P, 16 МГц. I2C Master, кастомный компонент, дисплей 16.02 с переходником на I2C линию. И стандартный компонент ACP. ACP у нас A0, светодиод это вывод B1 и B0. Их необходимо объединить вместе, потому что на B1 мы подаем импульсы, а B0 это вход ICP, захват события. По нему мы считаем частоту импульсов. Включаем I2C, включаем дисплей, включаем прерывание по захвату события. Таймер 1 Capture. Частоту в процессе программы мы меняем, чтобы не переполнялся таймер. По переднему фронту шумоподавление отключено. Вызываем Macros Capture. В Macros Capture у нас самое первое измерение при заходе в цикл. Заходим сюда, сбрасываем счетчик таймера 1. Когда поступает второй импульс, мы переходим сюда, записываем в переменную TimePeriod типа Integer значение регистра ICR1. Это захват события, тот момент времени, когда у нас начался импульс, он записался в этот регистр. Сбрасываем флаг, все готово. Мы получили переменную TimePeriod, по которой можем вычислить период импульса и соответственно его частоту. Далее, основной цикл. Здесь переменная TimeDelay. Это в условных единицах время, когда стойдет у нас выключен. Если оно меньше 2500, то делитель для захвата события отключен. Максимальная частота. Более 2500 делитель на 8. И более 20000 делитель на 64. Включаем, управляя вот этим регистром. Более подробно, что за регистры, как работает захват событий, было в соответствующих видео на канале не так давно. Далее, расчет времени импульса. Это мы TimeDelay делим на 20. Я принял вот такое значение. Если значение будет меньше, то есть делительное меньшее число на 10, к примеру, то метка будет не такой выраженной, то есть она может немного расплываться, но тоже в принципе рабочая. Если это число будет больше, то время горения светодиода будет меньше, и его яркость также будет меньше. То есть он будет слабее освещать вал, и нам это будет хуже видно. Поэтому где-то 10-20 оптимальное значение для вот этого числа. Сбрасываем переменную. И цикл, в котором у нас происходит генерация импульсов. Он построен так, что в течение 100 миллисекунд у нас идет одна частота на светодиод, который мы выставили. Затем выходим, уменьшаем переменную TimeDelay, получаем новую частоту, более низкую. И опять же 100 миллисекунд мы ее отправляем на светодиод. Здесь простые циклы сбросили переменную TIG, подали на вывод B1 единицу, включили светодиод. Пока время импульса, который мы здесь рассчитали, больше, чем переменная TIG, мы крутимся здесь и прибавляем переменную TIG. Как только сравнялось, то выходим сюда, гасим светодиод, и то же самое условие, но TimeDelay больше TIG. Крутимся, пока не пройдем необходимое время задержки. Считаем количество циклов и выходим отсюда. К ЦП, чтобы не вести много проводов, у меня вот такая вот платка с четырьмя кнопками. Делаем делители на резисторах, и с помощью одного вывода микроконтроллера спокойно их все обрабатываем. Здесь в зависимости от частоты мигания происходит расчет количества циклов, которые нам необходимо сделать здесь, чтобы прошло ровно 100 миллисекунд. Здесь мы это и производим расчет. TimePeriod, это период между импульсами, который мы получили в результате измерения таймером 1. Делим на 16 миллионов, в данном случае 16 тысяч, это частота кварца, кварцевого резонатора, источника тактирования для микроконтроллера. И здесь время, которое мы хотим, чтобы цикл крутился. То есть в данном случае 100 миллисекунд делим на это значение. Переводим переменную типа float в переменную типа integer. Мы получили необходимое количество циклов. Тут уже самое, только есть умножение на 8, когда мы частоту тактирования делим на 8, и на 64. Далее опрос клавиатуры. Если АЦП больше 250, то есть кнопки никакие не нажаты, то мы пролетаем дальше, ничего не делаем. Если нажата кнопка, при которой напряжение равно нулю, то есть она коротит вывод на землю, то мы сбрасываем переменную TimeDelay к начальному значению максимальной частоте мигания светодиода. Следующая кнопка, это вывод на дисплей. Здесь тот же самый расчет частоты, который я показал выше, и плюс добавлен расчет количества оборотов в минуту. Ну если кому как удобней. Просто умножаем на 60. И выводим эти значения на дисплей. Это занимает довольно много времени, поэтому постоянно выводить информацию на дисплей не получается. Светодиод будет очень явно мигать. Это неудобно. Поэтому вывод на дисплей у меня только когда, когда происходит команда от клавиатуры. Мы обнаружили, что метка остановилась, нажали на кнопку, все на дисплей, увидели какая сейчас частота мигания светодиода. Следующая кнопка, больший шаг, чтобы частота мигания у нас быстрее понижалась. Плюс 50 условных единиц, плюс 150 и так далее, в зависимости от той переменной тайм-дилей, которая у нас сейчас, насколько низкая частота. И последняя кнопка, а я неправильно сказал, когда кнопки не нажаты, здесь происходит медленное уменьшение частоты. То есть переменная тайм-дилей плюс 10, плюс 30, плюс 80 и так далее, в зависимости от той частоты, с которой сейчас мигает светодиод. Если необходимо более точное измерение, то можно эти значения уменьшить. Но, возможно, придется долго ждать, когда вы доберетесь до этой частоты. Еще одна кнопка, это медленное увеличение частоты. Если вы пропустили тот момент, когда у вас появилась, к примеру, одна метка, и вам необходимо на нее вернуться. Давайте, наверное, то же самое условие сюда поставлю, иначе не совсем корректно. Здесь, ну пусть будет по 5 единиц, более плавно, 15 единиц и 30 единиц. И если кнопки не нажаты, то автоматически происходит уменьшение частоты мигания, то есть увеличение переменной тайм-дилей. Чем ниже частота, тем с большим шагом происходит прибавка этого значения. Если переменная тайм-дилей стала больше 25 тысяч, то возвращаемся к исходной. Тайм-дилей равно 1500. И все, больше внизу ничего нету. Такая вот довольно небольшая программа. При компиляции получаем размер 5 килобайт. В теории это все можно сделать на тени 85. Если правильно, по-моему, захвата событий у нее нету, не помню, но как-то можно извернуться, используя имеющийся таймер. Посчитать время, я думаю. То есть нам необходимо импульс раз, дисплей два, три, и кнопки АЦП, четыре вывода контроллера, плюс один вывод на захват события, либо этот вывод не использовать, а использовать как-то таймер. То есть четыре, максимум пять выводов нам необходимо для этого устройства. А, ну тогда только программно, потому что на пятый вывод мы будем подавать стабильную частоту от внешнего кварцевого генератора. Ну, в принципе, это сделать можно. Ну, схемы в протеусе нету, поэтому еще раз. B1 сюда подключаем светодиод, B0 также включаем параллельно. Если вам нужно малогабаритное устройство, или автономное вообще, то можно просто белый светодиод рассчитать ток, и тогда транзистор не нужен будет. Там 30-40 мА еще ладно. Если более мощный светодиод, то, как у меня, ставим там транзистор усиливающий, резистор ограничения тока через светодиод и прочее. Далее, выводы C5, C4, это clock data, A2C линия, дисплей с переходником. C0, это нулевой канал ОЦП, сюда мы подключаем клавиатуру.